Всем добрый день! Сегодня напишем идет Мадаринов в лисировочной многослойной технике. Итак, начнем. Начинаем работу мы всегда с компоновки в листе, от той натуры, которую нам нужно изобразить. Следовательно, нам нужно ограничить область, в которой мы можем закомпоновать наши предметы. Наша постановка, фотографию прикреплю, состоит из трех предметов природной формы. Следовательно, нужно их закомпоновать в листе таким образом, чтобы они по своим пропорциям совпадали с тем, что мы видим непосредственно на натуре. Здесь мы видим дольку мандаринки, отломленную в этой области. Она лежит на переднем плане, очень красиво свет с ней проходит. Также мы видим основную форму. Здесь крупная мандаринка, целая, с красивым листиком. Чью массу мы тоже набрасываем. Мы видим в этой области, что лист заходит у нас на сам плод и заворачивается очень таким интересным образом. Закомпоновали. Следующим шагом нам нужно отрисовать более подробно детали, вычистить наш рисунок перед тем, как начинать писать в цвете. Композиция у нас довольно простая. Мы можем наметить условную линию стола, где у нас будет начинаться вертикальная плоскость и где будет продолжаться горизонтальная плоскость. Отрисовываем более подробно. Надеюсь, на видео будет видно. Карандаш у меня HB. Для того, чтобы карандаш был минимально заметен на бумаге, мы бы лучше взять что-либо потверше. То есть H, 2H. Для построения вполне достаточно данной природости. Уточняем форму. Объекты природной формы должны усложнять. Просто показать характерные изгибы, которые мы видим в натуре нашей. Построить некоторые изменения и ключевые моменты разломленной части мандаринки. Не сильно давим на карандаш, я напоминаю. Для того, чтобы наш рисунок не сильно был ярким. В любом случае, перед началом прописи рисунок следует ослабить пластиком. Прорисовываем некоторые дольки. Такие вот очень живописные, очень красивые. Некоторую характерную форму фрукта. Вот такая спелая мандаринка. Также отрисовываем лист более подробно. Мы видим, что он имеет посвященную теневую сторону. Нам очень важно это показать. Также мы видим, что на листе очень явно, как и на всех предметах. В принципе, явно присутствует рефлекс холодной драпировки. Отчищаем рисунок от лишних линий. Законченный рисунок выглядит вот так. Таким образом я почистила ластиком слишком темные места, карандашные, и можно приступать к прописи. Я работаю красками фирмы Невского паритра, у меня набор 36 цветов. В основном цвета, даже не в основном, а цвета все спектральные, без земляных оттенков, без охор, умбр и так далее. Вот, я считаю, что этого набора вполне достаточно для написания абсолютно любого сюжета. Вот, сегодня попробуем с вами такие мандаринки создать. Начинаю пропись с заливки цветов. Мы должны понимать, что если у нас свет холодный, то тени будут теплыми. Если свет теплый, то, соответственно, тени будут казаться холодными. Это мы должны помнить и понимать. В данном случае у нас свет дневной от окна, естественный. Он преимущественно холодный, ближе к нейтральному. Соответственно, тени будут казаться несколько теплее, чем если бы свет был, например, утренний или вечерний тоже от окна, естественный. И тогда он был бы гораздо более теплым. В акварельной технике начинаем писать всегда от цветов. Я могу выполнить заливку световой области на дольки, так как у нас имеется некоторое количество различных прожилок, которые имеют довольно тепловатый тон. Соответственно, сравнительно. С другими областями. То есть у нас все прожилки на фрукте имеют теплый оттенок. То же самое я могу проделать с долькой, которая отдельно стоящая. У нее по краешку, снова приложу фото, по краешку имеется такой довольно открытый, светлый, очень теплый тон. А теневая область, соответственно, несколько более холодная. Есть. Основную массу мандаринки мы можем залить в тон света, оставляя блики. Так как у этого фрукта довольно глянцевая поверхность, мы имеем право оставить блики на данном этапе прописки белой бумагой. То есть мы выделяем наиболее освещенную область, выполняем заливку первого слоя. Акварель у нас с вами многослойная. Следим за тем, чтобы не было никаких четких переходов. И пишем таким образом, чтобы у нас оставались блики. Также на данном этапе мы имеем право ввести рефлексы. Так как у нас поверхность, на которой стоит постановка холодная, голубоватая, то мы спокойно вводим в теневую область голубоватые рефлексы. Следим за тем, чтобы краска не растекалась сильно, чтобы создавались красивые переходы по новой и цветовой. Также мы можем наблюдать довольно яркий, очень красивый просвет вот этой дольки. Мы можем залить однослойный, очень светлый по тону просвет, для того, чтобы вот эта область у нас осталась настолько же светящейся, насколько мы ее видим сейчас на натуре. Так. Также мы можем выполнить первую заливку листочка, разобрав ее, естественно, по тонам, и тоже прописав холодный рефлекс вот в этой области, постепенно переходящий в более теплые тона изнаночной стороны листочка. Следующим этапом можно выполнить заливку фона. Фоновая часть у нас имеет довольно холодный тон. Плюс на фон влияет цвет. Я смачиваю лист для того, чтобы получить некие живописные растекания. И начинаю поиск цвета фона. Как я уже сказала, при наличии холодных цветов мы имеем в тенях некоторое потепление. Соответственно, можем несколько затеплить фоновую часть. То есть сделать синий оттенок, голубой, немного теплее. При необходимости фон можно усилить последующими проработками. А можно писать в один слой, в один прием. Зависит от глубины тона фоновой части. Ну и, конечно, навыков рисовальщика. Если мы понимаем, что мы не попали в тон, то мы смело можем его усилить последующими прописками. Обязательно нужно сравнивать тон фона с тоном предмета в месте касания. То есть если мы видим, что у нас предмет преимущественно светлый, на более ярком, более темном по тону фоне, очень важную прозницу показать сразу. Продолжение следует... Продолжение следует... Естественно, очень важно связать предметы непосредственно с фоновой частью, так как у нас рефлексы присутствуют абсолютно везде. В живописи рефлексная часть должна очень внимательно быть проработана. Очень важно показать, что оттенки предметов присутствуют в фоне. И оттенки фона, соответственно, присутствуют в предметах. То есть мы можем в некоторых областях вносить некоторые оттенки предметов фона в область. Ну и, соответственно, наоборот. У нас оттенки фона всегда будут взаимодействовать с предметами. Они всегда будут давать рефлексы на предметы. Теневая область выполняется несколько более тёплыми оттенками синего. При необходимости тон усиливается по следующим слоям. На данном этапе вполне достаточно набрать один тон в один слой. А цветовая область несколько более тёплая. Она имеет некоторые приближенные к бирюзовым оттенок. Предметы уже подсохли, поэтому можно продолжать пробить. Я хочу проработать вот эту дольку. Показать вот эту теневую область. Очень интересный у него подтон. Такой очень более тёплый, фиолетовый. Именно в тенях этот предмет имеет более светлый тон, чем фоновая часть. И очень важно показать просвет, который у нас остался. Вот такого жетона, яркого. Более серую область собственных теней непосредственно на этой дольке. Более серую область. 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 Продолжение следует... 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 Для придания большей живописности... А также у предметов оранжевого тона в холодной среде можно наблюдать более фиолетоватые рефлексы, тоже очень красиво выглядящие. Обязательно смягчаем границы. И займемся прописью. Мелкие носками я начинаю выбирать непосредственно свет. Продолжение следует... 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 В последующем словом прописи мы усилим собственные тени. На данном этапе можно заложить направление падающих теней. Помним, что они у нас гораздо более теплые, чем свет. Приглашаем тон. Тона. И прокладываем падающие тени. В оттенке падающих теней обязательно должен присутствовать оттенок самого предмета. Тоже падающие тени должны иметь развитие. Они могут быть однородными и однотонными на всем своем протяжении. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...